Участники дискуссии рассуждали о возможностях развития малых городов страны. Целый ряд решений был озвучен еще раньше президентом Владимиром Путиным в рамках послания Федеральному собранию. Причем некоторые предложения уже не один год реализуются в Ивановской области. Участие Станислава Воскресенского в этой дискуссии не случайное, ведь именно его статья в «Российской газете» и стала отправной точкой для того, чтобы эта тема вошла в федеральную повестку. Ивановского губернатора попросили озвучить экономическую модель малого города. Во-первых, отметил он, нужна легкость передвижения внутри региона. Проблему решили масштабными ремонтами автомобильных дорог и модернизацией пригородной сети железнодорожных перевозок. У нас опорная региональная сеть дорог, так называемая, проще говоря, дороги между городами, она в нормативном состоянии на декабрь 2023 года была на 97%. Это один из лучших показателей в стране. Точно так же мы связали малые города с областным центром комфортным железнодорожным сообщением, за что получили премию Минтранс как лучшее решение в стране в этой области. Реализация этих планов способствовала компактности Ивановской области и ее расположению. Применить одну модель развития на все регионы не получится, отметил Воскресенский. Говоря о Центральной России, он озвучил три базовых сценария. Первая – реиндустриализация в условиях санкций. Она уже происходит. Сейчас там находится построенный с нуля в 2022 году, как раз после введения санкций, современное производство, крупнейшее в стране, производство трикотажных тканей. Кстати говоря, по производству трикотажных тканей Ивановская область – это три четверти всех трикотажных тканей страны. Вот вам пример такой, может быть, не слишком сложной индустриализации, теми это рабочие места в промышленности. Второй сценарий – развитие сельского хозяйства. Этому помогло бы развитие центров компетенции в районах. Как пример, подобный центр в Гавриловом посаде Ивановской области. Третий подход – центры туризма. Внутренний туризм становится все популярнее. И этому способствует строительство и модернизация дорог. Вот у нас, например, в Ивановской области сейчас что будет происходить? Вот построили трассу М-12. Сейчас идет расширение от Владимира до Суздаль, это Владимирская область, до четырех полос. Это будет означать, что туристы из Москвы на автомобиле, то есть семьи из Москвы, смогут добираться к нам за три часа, а раньше за пять часов. Вот это, как казалось бы, два часа, на самом деле это важный показатель для принятия решения, где отдохнуть. Ивановский губернатор предложил разработать стандарты комфортной жизни в малых городах, чтобы определить, какого уровня там должно быть здравоохранение, образование, что доступного должно быть из сферы культуры. Реализация этих стандартов дала бы устойчивое развитие городам, считает Воскресенский. Продолжение следует...